друзья всем большой большой привет я рада вас снова увидеть на своем канале сегодня у меня заготовлено для вас такое очень душевное и уютное видео я его снимаю на улице впервые за очень долгое время хочу вам рассказать про свое пальто кристиан диор винтажная которая досталась мне от моей мамы расскажу всю историю сколько она стоила и вообще как она появилась у меня в гардеробе поэтому если вам интересно обязательно продолжайте смотреть перед просмотром не забудьте подписаться на этот канал потому что видео выходит каждую субботу напоминаю и не забудьте посмотреть мой очень красивый эстетичный instagram и давайте скорее начинать итак чтобы я хотела рассказать про это пальто во первых самое главное это то что это пальто бренда christian dior и она оригинальная это такая вот семейная реликвия которая досталась мне от моей мамы она из настоящей шерсти такой вот длинная очень красивого глубокого синего цвета потом поближе вам покажу детали здесь красивая нашивка пуговички все тоже брендированные очень интересно но все сделано у него здесь очень интересный воротник потому что он не совсем классической формы у него нет каких-то острых линий классических он такой расслабленный при этом пальто считалось классическим в те времена и сейчас хочу поподробнее рассказать как она вообще появилась у моей мамы как она досталась мне поэтому наливайте чай присаживайтесь поудобнее и начну свой рассказ итак моя мама раньше работала в гостинице и у нее была подруга которая работала в свою очередь в отеле in tourist это был 93 год у этой маминой подруги в свою очередь была другая подруга которая жила в италии и эта девушка из италии очень долгое время ходила в один бутик где продавалась это самое пальто и очень долго его высматривала им любовалась хотела его приобрести но к сожалению у нее все не хватало средств на это пальто потому что она стоила каких-то безумных денег и эта девушка ходила где-то год по рассказам моей мамы в этот магазин и все спрашивала будут ли какие-то скидки а может быть а что-нибудь может быть какая-то распродажа на что конечно же и отвечали что нет это невозможно это оригинальное пальто dior вы что и все в таком духе но однажды удачи и все-таки улыбнулась она в очередной раз пришла в этот магазин снова начала расспрашивать консультантов продавцов про скидку на это пальто и ответили что ладно так уж и быть мы для вас что-нибудь придумаем видимо это пальто действительно никто не брал по рассказам мама она оставалась каким-то чуть ли не последним том что все были раскуплены возможно ни у кого в то время не было таких денег чтобы его купить поэтому продавцы пошли на встречу этой девушке и сказали ей что ладно мы напишем для возможно своего директора что якобы пальто как-то странно застегивается что как будто пуговицы не совсем ровно выглядит но насколько я поняла они эту причину практически выдумали в общем они все-таки сделали достаточно хорошую скидку она смогла купить это пальто и уже потом приехала в этом пальто в россию повидаться со своей подругой которая в свою очередь подруга моей мамы и когда они встретились подруга моей мамы просто влюбилась в это пальто и начала слезно упрашивать ее продать ей его аргументом было то что все-таки подруга живет в италии она может купить себе еще много разных дизайнерских хороших дорогих качественных пальто а в то время в россии как мы все знаем было тяжело достать какие-то дорогие хорошие качественные вещи и тем более брендовые это было вообще в новинку поэтому девушка посомневалась посомневалась но все-таки решила продать это пальто своей подруге и после этого сразу уехала обратно в италию подруга была очень рада до того момента как она его примерила мама рассказывала что она была очень высокой девушкой и когда она примерила это пальто она поняла что но и мало что у нее слишком большой рост для этого пальто что рукава достаточно короткие что выглядит некрасиво и не то чтобы это выглядит просто некрасиво она даже не может его носить потому что это выглядит нелепо и совсем ей не по размеру я вообще кстати не понимаю как она не примерила пальто перед покупкой мама тоже умалчивает об этом видимо тоже в шоке но наверное пальто настолько вскружила голову маминой подруги что она об этом даже не задумывалась что в принципе возможно подруга мамы конечно же очень расстроилась и конечно она расстроилась не только потому что пальто и не подошло но еще и потому что у нее теперь есть дорогущее пальто известного бренда с которым она теперь не знает что делать потому что продать его сложно и мало ли кому она еще подойдет и деньги уже потрачены и тут она решила что может продать его моей маме потому что по комплекции они с этой итальянкой были очень похожи моя мама не сильно выше меня рост у меня 160 у мамы наверное 165 или 167 в общем не очень большая разница она была тоже очень худенькой и в общем эта подруга начала активно продавать это пальто моей маме но что-то удивлялась зачем мне такое пальто она рассказывала что она в то время ездила на машине пальто она не очень носила потому что это неудобно пальто мялась она очень сомневалась на что это ее подруга говорила катя да ты что это же оригинальное пальто христиан диор я тебе его дам ну со скидкой поэтому бери не сомневайся это же такая вещь такое качество ты это потом нигде не купишь в общем слава богу она уговорила мою маму купить все-таки это пальто и теперь оно есть у меня я его конечно не буду никогда продавать собираюсь передавать по наследству своим детям потому что я считаю что это самая настоящая модная такая ценная семейная реликвия моя мама его купила рассказала что купила она его за 300 долларов это был 93 год соответственно как я думаю что 300 долларов скорее всего ей еще скинула немного эта подруга которая приобрела его у итальянки потому что все таки нужно было отдать пальто в хорошие руки и итальянка его тоже покупала со скидкой поэтому по моим примерным подсчетам изначально пальто стоило где-то 500 600 долларов первая обладательница пальто купила его в девяносто первом девяносто втором годах а мама насколько она помнит купила его уже у подруги где-то в девяносто третьем году мне очень было бы интересно поискать какие-то архивы dior но пока что все мои поиски оказались тщетные я ничего такого не нашла вот и по поводу стоимости если это было 500 600 долларов мы так посчитали в то время ну на наши деньги и по нашим примерным подсчетам пальто стоит где-то 450 тысяч рублей поэтому для меня на самом деле это был большой шок вот такой классный круговорот получился что и девушки его отдали со скидкой и маме немножечко там со скидкой тоже отдали поэтому теперь я хожу в настоящем пальто christian dior 90-х годов это на мой взгляд супер крутая вещь очень интересная история у этого пальто его поэтому вдвойне приятно носить осознавать что она имеет такую ценность и в прямом и в переносном смысле и вообще она шикарного качества очень тепло из настоящей хорошей шерсти сейчас вам покажу поближе как она выглядит и вообще я в восторге от него итак как же все-таки пальто оказалось у меня как мне его отдала моя мама она вообще рассказывала что она совсем недолго его носила может быть год максимум потому что как-то но не прижилось у нее в гардеробе опять же на все время ездила на машине ей было неудобно в принципе носить пальто как-то в далеком тринадцатом или четырнадцатом году мама показала свое пальто рассказала о нем что у нее такое есть и хотела его примерить посмотреть может быть начать его носить снова и она опять ей как-то не очень понравилось она опять подумала что это не совсем ее и убрала в шкаф я даже его по моему примерил у меня на тот момент было достаточно большим и я как-то даже не задумывалась о том что когда-нибудь я его тоже смогу носить в принципе в то время но не предоставляла какой-то ценности для меня поэтому я даже о нем особо не думала как а потенциальном пальто для себя и она так и осталось мамы в шкафу и совершенно недавно буквально месяц назад я вспомнила существование такого пальто потому что начала как-то увлекаться винтажом искать на авито разные классные винтажные вещи в том числе и брендовые и тут я вспоминаю что оказывается у моей мамы то есть такое пальто и почему вы мне не попросить у нее чтобы я его носила я написала маме оказалось что она на другой квартире она его привезла я приехала домой примерила его и просто влюбилась потому что носила на меня идеально я переживала что пальто будет мне недостаточно длинная а это сейчас как-то не очень актуальными не нравятся короткие пальто но она мне идеально подошло так как она еще немножечко большего размера чем я это села как бы в стиле оверсайз я просто в восторге как она сидит у него отличные такие большие плечи она классно застегивается и выглядит таким коконом и при этом если бы не застегивать тоже получается очень классно поэтому я очень рада и довольна собой что я вспомнила что у моей мамы есть такое пальто и что вот теперь я его счастливый обладатель друзья я надеюсь вам понравилось это душевное атмосферное видео если да то поставьте обязательно лайк на этот ролик подпишитесь на канал обязательно чекните мой инстаграм там будут фотки в этом пальто и до скорых встреч